Хорошо, конечно, я соглашусь с моим президентом, только с одним уточнением. А мы какую модель вообще строим? Мы знаем? Я бы назвал идеальной модель для России авторитарный социальный капитализм. Чтобы всё было понятно, куда мы идём. Потому что мы идём якобы правым путём, якобы раньше же либеральным. Но вот мы не понимаем. Конечно, правительство что-то делает, и мы гордимся тем, что оно делает. Слава тебе, Господи, начало делать. Но, между прочим, начало делать только, когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило. Петуха отправим в суп. Нет, теперь я уже воню. Нет. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен? А что касается модели, вы знаете, я вот говорил недавно на встрече с руководителями мировых информационных агентств. Мы должны смотреть, что в мире происходит. И о чём я сказал? Вот, допустим, китайская модель экономики, она многими экспертами признаётся более эффективной, чем существовавшей до сих пор. В том числе и североамериканская или европейская, она более эффективна. Это правда. Ну, примерно, вы сейчас об этом и сказали, где сочетаются элементы плановых начал и рыночная экономика. Ну, китайцам удалось это сделать в их условиях. И я согласен с этой оценкой. Так и есть. Об этом говорят цифры роста экономики. Это очевидная вещь. Но это вот для китайского общества, для китайской экономики это вот эффективно. Вот я знаете, с чем соглашусь? Вы, когда характеризовали выступление моего коллеги, вы говорили о том, что экономика – это, ну, в известной степени это наука, но в известной степени это искусство. Наверное, так и есть. Ведь такие модели, они жёсткие, когда накладываются, такая общая мерка на разные страны, которые находятся в разных условиях, на разном этапе своего развития, они голые схемы не работают или работают плохо. Надо исходить всегда из реалий, исходить из реалий нашей страны. Причём здесь всё очень важно – и история, и культура наша, и внутреннее состояние общества. Очень важно реальное развитие, что эффективно в нашем обществе работает, что нет. Но, конечно, есть базовые вещи. Мы, конечно, мы им учитываем эти базовые вещи. И вот петух там, не петух, но 3,4 рост или 3,6 у нас в прошлом году, до конца ещё не посчитано окончательно. Это всё-таки показатель, а 4,5 в первом квартале этого года – это тоже показатель. Но это всё-таки результат нашей общей работы и правительства, бизнес-сообщества, в известной степени Центрального банка и администрации президента. Это результат нашей целенаправленной деятельности и о том, что является основой нашей модели. Я только что говорил, мы вот этот остов создаём, и мы же постоянно принимаем какие-то решения, связанные с корректировкой нашей экономической модели. Я, как и любой гражданин России, рад тому, что последние 2-3 года, в связи с операцией, которую мы ведём на фронтах, мы, наконец, занялись делом. До того, мы немножко дрейфовали. Поэтому я и говорю о необходимости выработки. Это всё-таки достаточно чёткое понимание, куда мы идём. Но, в принципе, мы ещё к этому вернёмся. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео.